МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Хван вину не признал, но суд счел его виновным. Бывшего начальника управления метростроя приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Воду в теплотрассах для эксперимента покрасили в зеленый цвет. Энергетики тестируют новый способ обнаружения порывов. Краситель абсолютно безопасен. Котенок и щенок всю зиму прожили вместе на улице. У истории, напоминающей сюжет мультфильма «Котенок по имени Гав», счастливый конец. События уходящего дня в материалах корреспондентов новосибирских новостей. Здравствуйте. Николая Хвана признали виновным в растрате бюджетных средств. В суде Дзержинского района сегодня огласили приговор бывшему начальнику метростроя. Его обвиняли в многомиллионных тратах, но доказать смогли только два эпизода. Общий ущерб гособвинители оценили в 230 тысяч рублей. С подробностями резонансного дела Александр Попов. Свою вину Николай Хван полностью так и не признал. Хотя суд доводы гособвинителя посчитал вескими и приговорил бывшего начальника управления метростроя к двум годам лишения свободы. Условно. Суд приходит к выводу, что исправление подсудимым возможно без изоляции. Суд учёл и возраст Хвана, и состояние его здоровья, а также тот факт, что подсудимого ранее не привлекали ни к уголовной, ни к административной ответственности. А будете ли вы обжаловать? Обязательно. Уголовное преследование Николая Хвана начали 4 года назад, когда он заплатил почти 100 тысяч рублей за обучение своего родственника из фондов муниципального предприятия. Затем были обнародованы итоги проверки областной контрольно-счётной палаты, выявившей несоответствие в сотни миллионов рублей между учётом работ и итоговой отчётностью при строительстве перегонов из станции «Золотая Нива». Однако в ходе судебного разбирательства многомиллионные траты из дела пропали. По всем обвинениям тяжёлым, где господин Хван украл, увёл, денежки под миллиарды, не соответствует действительности, потому что следствие сняло все обвинения. А вот факт трудоустройства сотрудницы предвыборного штаба в муниципальное предприятие гособвинителю удалось доказать. Ущерб по этому эпизоду оценили в 130 тысяч рублей. Но, по словам Хвана, это нормальная практика. Что же касается расходов на обучение родственника, то их обвиняемый возместил сразу после возбуждения уголовного дела. Сторона обвинения, выступая в принятии по уголовному делу, и просила итоговое наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с условным, с воспитательным сроком, с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей. Требования прокуратуры суд удовлетворил частично. Наказание могло бы быть строжен. Но нынешнее руководство управления метростроя не стало подавать иск о возмещении ущерба. В течение десяти суток у Николая Хвана есть возможность обжаловать решение районного суда. Александр Попов, Олег Ролевец, Новосибирские новости. Дорогу на дамбе Новосибирская ГЭС отремонтируют летом. После резонансной аварии, которая произошла в выходные, напомню, в результате столкновения погибла семилетняя девочка и один из водителей, Анатолий Локоть поручил подчиненным разобраться в ситуации. Разобраться о причинах, приведших к этому столкновению. Но на лето планировать ремонт этой дороги, этой трассы. Потому что дальше это уже резонансное общественное мнение. Люди недовольны. Подписи собирают. Автоинспекторы одной из причин столкновения считают глубокую колею в асфальте. Хотя, если бы водители не превышали скорость на дамбе, разрешенная на этом участке, всего 40 км в час, столь страшной аварии можно было бы избежать. Продолжаем выпуск. Энергетики покрасили воду в зеленый цвет в качестве эксперимента. Сегодня в двух котельных в трубы закачали органический краситель «Уранин-А». Это нужно для того, чтобы быстро обнаружить утечки и сразу отремонтировать трубопровод. Поможет ли новая технология отказаться от гидравлических испытаний и отключений горячей воды летом, выясняла Мария Черешнева. Этот красно-коричневый порошок и есть органический краситель «Уранин-А». Стоит ему попасть в теплую воду, и оттенок меняется. Через пару часов раствор станет уже не такого кислотного, а приятного зеленого цвета. Сегодня краситель начали закачивать в трубы. Пока это просто эксперимент. С помощью красителя энергетики хотят найти прорывы на трубопроводах. На прошлой неделе новосибирцев взволновал ряд сообщений в СМИ о том, что позеленеет вода. Но этот эксперимент имеет отношение исключительно к системам теплоснабжения, то есть к воде в трубах. А вода из-под крана останется такой же прозрачной, как и была. «Уранин-А» – страшное название, но на деле это соль, безвредная для человека и окружающей среды. Кроме того, краситель стоит недорого. Сам химический состав используется не только для выявления таких дефектов, для применения его, но также в бытовых нужно как-то подкраска шампуней, в аквариумах воду подкрашивать, в других прочих целях. Поэтому данный препарат применяется, производится в России. С помощью красителя теплотрассы в Новосибирске еще не проверяли. Энергетики традиционно испытывают трубы на прочность с повышенным давлением. Где фонтан ударит, там теплотрассу и ремонтируют. С подкрашенной водой все гораздо проще. Если где-то есть небольшая утечка, коммунальщики сразу увидят зеленый сигнал. Ну или белая вода убегает, ее незаметно везде набегают. Или зелень появляется сразу. Значит, это утечка. Батарея побежала, зеленый свет, колодцы там где-то, сальники, то-то самое будет зеленый свет. Легче будет искать. Первыми с помощью красителя проверяют центральный тепловой пункт в Первомайском районе и сети котельной на Гусинобродском тракте. Их для эксперимента выбрали не случайно. Скрытые дефекты здесь точно есть. То есть специалисты учли все, чтобы крашеная вода не попала в систему горячего водоснабжения. Если этот тест пройдет успешно, энергетики подкрасят воду во всех теплосетях города. Возможно, со временем уранин А позволит отказаться от гидравлических испытаний. Мария Черешнева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. А вот дорожники и коммунальщики озадачены проблемой талых вод. Снега слишком много и на улицах, и во дворах. Так что готовиться к грядущему паводку уже начали. Например, на некоторых улицах районного значения негде складировать снег. Осталось только вывозить. Снегоотвалы, в принципе, переполнены уже, наверное, по некоторой на 20-30%. Но, тем не менее, снег укладываем уже сверх норматива. Бульдозерами выталкиваем наверх. Работы в прямом смысле подкидывают коммерсанты. Снег от своих офисов и магазинов сталкивают на дорогу. Это для уборочной техники дополнительная работа. Вообще, за всю зиму с улиц города вывезли более трех миллионов кубометров снега. Причем на уборку пришлось потратить деньги, зарезервированные в бюджете на конец года. Экологически чистые автобусы вышли на маршрут. Работают новые не фазы, на метане. Причем газовый двигатель, заводская комплектация. Что еще больше повышает безопасность общественного транспорта. Расход газомоторного топлива гораздо меньше, чем у похожих бензиновых моделей. Автобусы удобны для пассажиров. Они низкопольные и просторные. Пять новых не фазов будут работать на двух маршрутках. В 21 и 54. Новосибирский завод «Катод» наращивает темпы производства. Несмотря на непростую экономическую и политическую ситуацию, электронно-оптические приборы пользуются огромным спросом. Сегодня на предприятии побывал Анатолий Локоть. Почему завод в кризис процветает, узнала Анастасия Ваганова. В то время, когда некоторые промышленные предприятия сокращают рабочую неделю, на «Катоде» думают, где взять дополнительное время. Оптические приборы, которые производит завод, сегодня крайне востребованы. Экономический кризис здесь и не заметили. Заказов, напротив, только больше стало. У нас в этом году заказы превышают. За весь период такого не было, как в этом году. Что касается санкций, ну, это вопрос политический больше. Бизнес, он работает. И если людям нравятся наши изделия, они его покупают. Продукция «Катода» востребована во всем мире. Приборы и оборудование покупают страны Европы, Азии и даже Канада – один из постоянных заказчиков. 30 тысяч изделий в год, почти половина отправляется за границу, но самые современные разработки остаются на родине. Сейчас меня видно с помощью прибора ночного видения. Видно, кстати, хорошо, но чтобы было понятно, я нахожусь в полной темноте. Такие приборы – в первую очередь военный заказ. В гражданских целях их используют при изготовлении систем видеонаблюдения. «Катод» постоянно совершенствует свои технологии. На смену первому поколению приборов пришло второе. Сейчас новейшая разработка «Катода» – оптический преобразователь третьего поколения. Четвертая – уже на подходе. В случае противостояния сторон солдат, который использует прибор третьего поколения, он обнаружит противника быстрее, чем тот, который использует прибор второго поколения. Притом, если мы говорим про третье и второе поколение, разница достигает несколько сотен метров. В России «Катод» – единственное предприятие, которое изготавливает такие приборы. Более того, даже в мире подобных заводов всего три. Поэтому продукция так востребована, несмотря на то, что ее стоимость очень высокая. Кто может посоревноваться? Только американцы. И вот это соревнование, оно выводит их сегодня на такие рубежи, что, видите, нет государственных денег, ни копейки бюджетных денег. Все только за заработанные средства. Сейчас на «Катоде» строят еще одно производственное здание. Деньги завод получил от продажи технологий Вьетнаму. Новое здание оборудуют по самому последнему слову техники. Сдадут его в начале следующего года. Такое расширение определенно говорит об увеличении объемов производства. Анастасия Ваганова, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. О подвиге сибиряков в тылу расскажут историки и кроведы. В музее Новосибирска к 70-летию Победы подготовили огромную коллекцию материалов. Кинохронику, письма фронтовиков и эвакуированных, газетные подборки, редкие фотографии. Всем этим сотрудники музея готовы поделиться с горожанами на сайте 70nsk.ru. Станислав Якушевич познакомился с редкими архивными материалами и заодно вместе с краеведами вспомнил, как город узнал о начале Великой Отечественной. Фотоархив Владимира Лещинского в музей Новосибирска передала семья. 30 лет он проработал в Сибири корреспондентом ТАСС после эвакуации из осажденного Киева в 1941-м. Несколько сотен редких фотографий большинство никогда не публиковались. Например, среди вороха фотографий историки нашли кадры с Михаилом Кулагиным. Первого секретаря обкома, который отвечал во время войны за эвакуацию в Новосибирск заводов и музеев, как оказалось, почти не фотографировали. Человек-то был назначен на должность 21 июня 1941 года. Приехал из Москвы и завтра была война. И то, что он сделал, это просто не поддается оценке. На снимках Лещинского не только герои фронта и тыла. Летчик Александр Покрышкин, стахановец Михаил Лунин, но и рабочие, сплавщики, учителя и школьники. По этим фотографиям, а также по газетным вырезкам и свидетельствам очевидцев, историки реконструируют события. Как, например, город встретил начало войны. Есть факты о том, что через 20 минут после того, как было сделано объявление, первые люди пошли уже в военкомат писать заявление. За неделю было подано более 6,5 тысяч заявлений. К 70-летию Победы Музей Новосибирска собрал большую коллекцию официальных документов. Хронику и фотографии искали по архивам, многотиражки по заводским музеям. Но есть тут и много личного. Это устные воспоминания новосибирцев, истории и легенды, которые передаются из поколения в поколение. А также письма и документы из семейных архивов горожан. Простые люди, которые, может быть, и в большинстве своем, кстати, погибли просто в первые дни войны. Не успели даже совершить никакого подвига, не успели попасть в газеты. Вот историю этих людей мы постарались собрать. Информацию краеведы размещают на специально созданном сайте, посвященном 70-летию Победы. Стать его соавторами скоро смогут все неравнодушные новосибирцы. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости. Живут, как кошка с собакой. Это не про них. Вот эта пара четвероногих всю зиму провела у теплотрассы. Согревали друг друга и делили еду. В социальных сетях множились статьи о невероятной дружбе щенка и кошки. Животным искали хозяина. Удалось ли найти, расскажет Ольга Маховская. В такую погоду без хозяина беда. И внешнее сходство, и судьба похожая. Прохожие эту парочку так и называют. Котенок Гаф и его друг Шарик. У теплотрассы рядом с гаражами они жили с февраля. Кто-то бросил в морозы, оставил еду на работу, и они вместе сидят, прижавшись друг к другу. Скорее всего, они этими спаслись, что теплотрасса плюс тепло друг от друга грелись. С тех пор четвероногие не разлей вода. Это только кажется, что живут, как кошка с собакой. На самом деле играют. Кусать друг друга – любимое развлечение. Не каждая кошка позволит щенку подобной вольности, смеется Анна. Она заметила четвероногих первой. И вот уже месяц наблюдает за развитием их дружбы. Заметно, что главный кот, потому что он так куда кот. Если кот подходит, значит и собачонок подходит, так как он еще щенок. А если кот стоит, не подходит, значит и щенок не пойдет. То есть там права были у кота. Для местных жителей это стало уже своеобразным ритуалом – подкормить друзей, чтобы те не голодали. Вот все как и полагается. Одна миска на двоих со свежей гречневой кашей. История этой дружбы попала в социальные сети. Авторы статьи искали хозяев для четвероногих. Нашли. Прощай, Гав. Прощай, Шарик. Чего это они, а? Расстаемся с тобой навсегда. Навеки. Разлучать друзей не пришлось. Теперь у них и хозяин один на двоих. Одному скучно, вот друзья теперь есть. Да и жалко стало. Вот, да и собаку давно хотелось. Теперь они не Гав и Шарик, а Мия и Буст. Остальное, как прежде. Даже едят из одной миски. По привычке. Очередь будем соблюдать. Вот вам очередь. Все вместе, да? Да. Кирилл уже понял, эту дружбу не разорвешь. Мия и Буст гуляют только вместе. Оказывается, жить, как кошка с собакой, признается хозяин, вовсе неплохо. Ольга Маховская, Денис Савинский, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Большую стирку устроили сегодня в Музее истории Ленинского района. В преддверии 8 марта посетителям рассказали и показали, как выглядел тяжелый женский труд до широкого распространения специальной бытовой техники. Детям показали стиральную доску, больше известную как рубель. Женщины пользовались ею еще в конце 19 века. А вот более поздние образцы, как оказалось, школьники видели у своих прабабушек. Особенно поразило детей то, что вместо стирального пороска раньше использовали бычью желчь, яичные желтки, мед, отруби и глину. А в античные времена одежду и вовсе распарывали на части, чтобы как следует отстирать. Весь этот нелегкий труд лежал на хрупких плечах слабого пола. В 20 веке даже появился лозунг «Женщина делает мир чище». Раньше, думаю, тяжелее, потому что было больше труда. Надо было из одного места ходить в другое. Там, например, утюг накаливать, потом надо идти сначала вблизи помыть вещи, потом идти на речку полоскать. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Дополнит информационную картину дня. Городская волна. Частота 101,4 фм. А на сайте «Новосибирские новости» можно узнать, сколько снега понадобилось студенту, чтобы сделать точную копию танка Су-122-54. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова